шалом вы слушаете подкаст что там и евреев еженедельный подкаст о главных новостях в израиле в резком мире с вами макс лев и маша привет привет мы уже не на пляже достаточно пляжа в этом году его увидели двадцать первом больше увидимся в двадцать втором обычно у меня такая политика зажрался капец да давайте перейдем к пяти минутки рефлексии лев что тебе было интересно но я стал чуть больше израильтянина мне кажется сегодня потому что история в чем я стал чуть больше израильтянина потому что у нас есть такой торговый центр дизингов который проектировал просто безумный архитектор который же вроде бы проектировал тахану мерказит центральную автобусную станцию и смотрите впервые в жизни я нашел торговый центр дизингов я там не попал в нарнию такую израиль израильскую нарнию знаете где вы заходите в нарнию и вас там срулик 30 лет трахает задницу а потом вы выходите в том же возрасте в котором заходили вот это израильская нарния с улика такой израильский маскот я покажу фотографию очень много с ним права времени в свое время в дизингов ну короче вышел значит и потом смотрите что я сделал потом у тебя богатый жизненный опыт лет 30 лет как минимум ты прожил много жизни с дизингов и не все из них были хорошие но суть том что потом я решил выйти из каньона дизингов из торгового центра дизингов и я вышел из того выхода из которого хотел который был ближе к ну типа к тому месту куда я шел к этому месту и встретился там с дженнифер лопес которая говорят заблудилась там еще три года тому назад и возможно до сих пор не вышла а ты знаешь там находится с улика все в порядке она пыталась найти суперфарм ты нашел суперфарм нет кстати есть печальная история про дизингов центр то что то что лев вышел из того же выхода из которого хотел это заслуживает уважение то что мне история неудавшейся любви я должен был я был в кино там я должен был встретиться с подругой после после фильма но вечером еще это все было до карантина несколько лет назад там вечером закрывают входы какие-то какие-то оставляются открытыми и в итоге она успела выйти а я нет и я еще 40 минут ходил по этому дизингов и пытался найти выход который работает в итоге когда я его нашел она уже ушла знаешь что странно в твоей истории так что обычно женщинами ходят в кино а ты встречаешься с ними после того как сам посмотрел я не хотел бы не отвлекал я хочу фильм смотреть тебе не кажется что это стало причиной не выпустила джингов сделал мне одолжение и закрыл вот такой нет тебе туда не надо возможно это нам говорила закрыть входы внутри чтобы уйти других женщин смотрите сколько всего на сделал вторую прививку поздравляю в ту руку в которую надо в левую что я повторяла что мне надо ему сказать постоянно смоль 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 и я так и пришла в общем искала мне но я даже писала об этом что меня удивило что он спросил откуда вы приехали откуда у вас такой эврит я думаю что ну что значит такой эврит это хорошо это такая оценка как бы хорошо или плохо вот я его так выучили игру что ну вот по дороге это все что я выучила слова смоль левой вот он меня уколол все в порядке и еще я сейчас пытаюсь как-то работать в понятие какое-то развитие для того что я делаю в инстаграме в плане но я скажу это слово блогинга хотя я не вижу себя блогером но есть какие-то вещи блогиней блогиня плодородия блогоматка в общем и просто чтобы какие-то у меня в голове много идей там про рубрики что я вижу какой-то отклик когда я стала там больше писать каких-то еще на про искусство я говорю не про свою жизнь а про искусство и всякие выставки и в общем я вижу некоторое развитие мне это стало интересно достаточно я стала там всякие штуки с чекать по инстаграм вообще как ну обычно люди это делали в 2015 я это делаю 2021 значит и там нашлись прикольная прикольные штуки что инстаграма тебе думает там уже на стройках посмотреть что я наизусть это помню ну некоторые что инстаграм думает о ваших интересах и поэтому вам эту рекламу об этих интересах и предлагает вот и у меня это настолько унизительно инстаграм я думала я открою там будет танцы искусство выставки деньги карьерный рост что нибудь поэзия литературу а у меня там первые пункты лакшери гудз вообще в жизни не видела что это какие-то там драгоценности косметика чем я вообще не интересуются татуировки татуировки в самом конце это можно много раз нажимать и этот список расширяется вот и меня там искусство не появилось вообще ни на какой позиции за пять раз а хип-хоп там по моему в самом конце в общем он меня унизил я теперь думаю что буду писать лакшери гудз завтрашнего дня потому что это мое истинное предназначение чтобы это не было что тебе думает инстаграм это все решили провериться да ну это на самом деле эта штука достаточно старая это в европе приняли такой закон о gdpr так называемый что соцсети должны раскрывать данные что они о тебе знают и там если не ошибаюсь там в контакте тебе посылают чуть не все данные которые собрал занятия за средств за все время такой елки-палки так много серьезно я подрочил ее не забери более того про подрочил в инстаграме сейчас есть штуки где ты можешь включить статус если ты включишь авто статус и будешь дрочить то в твои подписчики увидят в статусе лев дрочит это ну хорошо если инстаграм считывает чем-то занимаешься ну в смысле хорошо он продрочит он вряд ли считать но я имею ввиду если ты поехал там в лес допустим она пишет на на природе с автоматически да или там на выставке то есть но если ты сделаешь авто статус короче чтобы не думать инстаграм это страшно фотографии это дает и авто фотограф бир это не совсем я интертеймент возможно барс окей партис возможно алкоголь коктейль алкогольный напиток nightlife drinking это все про льва так нечестно про меня в самом конце арабский язык египетский арабский язык побережье газы значит палестинская улица раммала арабский банк и арабская футбол у меня кстати нормально мне тут европейский футбол тут поп-музыка хип-хоп баскетбол нормально есть еще христианская музыка афроамериканская музыка тоже но ну это же спирты алкоголе коктейли бары вечеринки возможно думать что евреи христиане я короче рассказал про ту штуку своим заказчиком рекламы из россии и там две девушки начальница и подчиненные и вот начальница значит скинула свою и там прям она срисовывать танк разбортом искусство выставки вот все вот то что то что маша мечтает и она там значит дорогое вино там вот тут все а у подчиненной просто какой-то набор непонятно всего он такая блин говорит я на у тебя такая прям ты у меня куда чучело не так угарал так я решил ходить в гости это редкая я еще потому что целый год я этого не делал практически нормально вот я пошел к своему другу жене который как яша звукарь вот и он сейчас на дому переквалифицировался на дому записывает ребятам музыку вот иван я там познакомился с уличным музыкантом который играет на бандуре бандура это украинский народный инструмент такая огромная херня с со струнами похоже как будто на арфу из ящика не знаю как назвать короче он уличный музыкант и он прям хоть как на работу туда и он сказал что его средний заработок 9000 шекелей в месяц выходит нормально я такой прям зауважал вот как можно искусством выживать вообще не имея никакого не инстаграма не имея бандуру имея бандуру вот и все при том он играет армадган то есть он не в центре телевио стоит просто на каком-то на какой-то площади армадгана херячат просто приходит каждый день играет туда уходится с деньгами все довольны все счастливы вот так что оказывается если вы умеете хорошо играть можете выходить на улице по традиции поговорим про коронавирус это что происходит в израиле с ним значит нас начали открывать что очень хорошие новости 7 марта вступили в силу решения начале третьего это третий этап выхода из локдауна значит во первых разрешили скопление людей скапливаться побольше сейчас можно в закрытом помещении 20 человек в открытом до 50 это без зеленых паспортов просто кто хочет как себя чувствует вот кроме того без паспортов можно ходить в магазины уже неплохо неплохой ход в торговые центры всякие потому что там пока не могут никак регулировать все это что касается зеленых паспортов это те кто сделали уже две в две прививки им присылают такой pdf файл где написано ваше имя какой-то qr-код и дата до какого это действительно ваши интересы интерес в инстаграме да да то есть можно ходить будет уже в кинотеатры театры стадионы гостиницы музеи спортзалы вот только зеленый паспорт и почти все двери перед вами открыты рестораны бар открывают насколько я читал открывают летние веранды то есть в ресторане можно будет не только ткв брать а можно будет сесть на улицу и есть на улице но учитывать что погода сейчас у нас улучшается в принципе это не критично неплохо неплохо а я же правильно понимаешь что те кто вакцинировались как я так я уже абсолютно не несу никакой опасности и на 95 процентов безопаснее чем было раньше да потрясающе что все я мне все нужно носить маску то есть они же не могут сказать что те кто вакцинировались не носите маски потому что это все не будут носить маски правильно да все спасибо за уточнение это дискриминация да по прививочным очень хочется видеть больше ртов но пока что вижу больше масок да возможно я задумался хочу ли я видеть больше ртов не знаю давайте перейдем к новостям чуть менее приятным мы разговаривали в прошлый раз говорили да и позапрошлый про экологическую катастрофу которая у нас была про следы нефти оказалось что это нефть не мазут а чистая необработанная нефть которая прибилась к берегам израиля и немножечко ливана вот наша министерка я пытался на иметь слово министр и не смог придумать не запомнить ну или все які насерка звучит странно очень это sworn что на министерке и хочет чтобы ее называли министеркой это же не ее право хочется лет она женщина это и на еврите между прочим она по моему да там есть цар есть это женское да там Ahí у любого слова женское так что она хочет что ее называли министеркой да вот и ну веришь что так она ходит чтобы ее называли. Гамлиэль, ее фамилия, а имя я забыл. Гила Гамлиэль. Гила Гамлиэль. Она провела свое, как очевидно, собственное расследование, потому что никто не смог подтвердить, откуда у нее эти данные. Да, тоже в Нарнии, в каньоне Дизенков, видимо. Видимо, ей открылась там истина, где-то там этот рулик ей как раз и показал ее. Что она заявила? Что, оказывается, это судно было, которое выпустило эту нефть. Оно плыло из Ливии, кажется, да? Короче, я писал эту новость в Баган Ньюс. Давай. Расскажу. Ну, суть в том, что это судно, которое контрабандой возило нефть из Ирака или Ирана в Сирию. И то есть оно, типа, проходило там через Ливию, потом выключало маяки и, значит, шло в сторону Сирии. И там разгружалось, снова шло в Ирак и Иран, и вот так оно докурсировало. Судно старое, и ему 19 лет, его не пускают в порты Европы, оно не может работать в легальном вот этом бизнесе, скажем так, торговле нефтью. И, соответственно, вероятно, они, короче, когда узнали... Плюс эти страны под санкциями находятся, то есть они не могут друг другу нефть продавать, по большому счету, ну, там, перевозить через компанию. Ну, короче, это нелегально. Короче, нелегально торговля нефтью, да. Соответственно, они там сначала думали, что это мазут, а с мазутом список подозреваемых был очень большой, потому что мазут – это просто топливо, и у тебя любой корабль мог его, значит, слить нечаянно или специально. А нефть – это то, что танкеры, которые перевозят нефть, поэтому у них был маленький список, и они проверили там, там был список с 30 кораблей, сократился до 4, они их проверили, выяснили, что, скорее всего, точнее, остальные не могут, значит, это судно, потому что других не было. Да, и оно достаточно... Ну, вот, и суть в том, что эта министерка, она заявила, что это не просто иранское судно-контрабандист разлило нефть, и оно у нас загрязнило, а оно объявило, что Иран в экологическом терроризме. То есть они заявили, что Иран специально разлил нефть у наших берегов, и вот за это им, ну, типа, она та, мы вас ненавидим и будем требовать с вас деньги. Но смешно, что армия и Цахова, и вся разведка такая, мы вообще ничего не знали про это. То есть, типа, то есть по теории министерки Гилы Гамлиели, да, что это прям задуманная тема, что танкер специально шел, чтобы нефтью в нас плюнуть. То есть, насколько это забавно, потому что это было время шторма, и то есть, как они так рассчитали, эти иранцы, значит, что во время шторма нефтью прибьет именно к израильскому побережью. Они просто очень умные, очевидно. Коварный враг. То есть ни к Кипру, ни к Ливану, хотя к Ливану тоже пришло, то есть, но суть в том, что это забавно. Да, ну и, собственно, никто не подтвердил все это. Гринпис высказался тоже с заявлением, что такими фразами кидаться, не имея никаких доказательств толком, и никакого толком расследования не было проведено. Они тоже, в общем, наехали на Гамлиели, и выяснилось, что, да, ни армия, ни Моссад, никто этим расследованием не занимался, никто не в курсе, откуда у Гамлиели такие данные, и насколько это все правдиво, пока непонятно. Не, но Гринпис сказал, что вполне возможно, что с этого танкера все упало, но, типа, это не экологический реализм. Ну, ты когда-то кидаешься такими фразами, хорошо бы иметь какие-то конкретные доказательства или что-то. У нас пока только предположение, что, да, вот Иран настолько умный, что в шторм рассчитали длину волны, которая вынесет эту нефть прямо к берегам Тель-Авива, Израиля. Да. Ну, и, в общем, суть в том, что пока что Израиль хочет требовать деньги с Ирана, ну, типа, а там ущерб большой. А, и там еще смешная новость была, да, что выяснилось, что, или я не помню, рассказывал, не рассказывал, что у Израиля была, значит, программа подготовки к мониторингу экологических бедствий, значит, разливов нефти специальная. Ее приняли 15 лет назад при премьере Эйходи Ольмерте, и ее не финансировали с тех пор ни разу. То есть, типа, ну, грубо говоря, там программа была на 15 миллионов, ее никто не финансировал. То есть, она была просто на бумаге. А сейчас, ну, бурку пляжей уже выделили 45, и там ущерба на миллиарды шекелей в плане этого самого, ну, ущерб туризму, ущерб рыболовству, ущерб там морской инструктуре, всему-всему-всему. То есть, на связи с тем, что скупой платит там минимум трижды, получается. Потрясающе, да, работает у нас все это. Ну, будем надеяться, что что-то получится. Кстати, Ливан подал в суд на Израиль, что это Израиль загрязнил. Ну, тоже странно. У всех здесь странная логика. Но, с другой стороны, я понимаю, что всем очень неприятно. У всех пляжи в нефти. То есть, ну, как бы, нужно кого-то обвинить. То есть, Израиль обвиняет Ливан, Ливан обвиняет Израиль. То есть, Тиран обвинит Израиль, я думаю. Вот и все, и круг замкнется, и все. Пора опережать в Нарнию, видимо. Там открываются истины. Спустя 15 лет был принят законопроект о том, что реформистский ГИЮР – это основание для того, чтобы репатриироваться. То есть, его приняли в счет, можно так сказать. Потому что раньше ты не мог на основании реформистского ГИЮРа претендовать на то, чтобы переехать и жить в Израиль. Можно я тебя поправлю сразу? Давай. Это не приняли законопроект. Это другая история. История очень смешная. Как и все в этом подкасте. Этот суд, а именно богат, высший суд справедливости, наш реформный суд, сказал правительству, чтобы, да, принимать ГИЮР от реформистов и консерваторов, через год начать и вот вам год на то, чтобы вы это прописали законопроекты. А история в том, что в Израиле такая политика, что, чтобы приехать в Израиль, нужно ли вы быть евреем или родственником еврея по Галахе. То есть Галахе, это значит, что ваша мама еврейка, или вы прошли ГИЮР, галлорический ГИЮР. Вот. И значит, если вы такой еврей, то можете приехать. Но при этом, точнее не так, если вы еврей, происхождение Галахи, то есть мама еврейка, то можете приехать что угодно. Ну или просто не такого еврея. А вот с ГИЮРами там было написано просто, прошел ГИЮР, значит, вообще никакой. И не было прописано, какая община. И 15 лет назад, 12, по-моему, человеков из США, которые прошли реформистский ГИЮР, они, значит, подали в суд в богатство, значит, дело, что мы хотим, чтобы нам дали право на закон о возвращении, чтобы мы могли вернуться в Израиль и получить гражданство. И тогда, значит, суд, по-моему, разрешили тем общинам, которые за рубежом через суд, а для местных общин, которые вот израильские, для них им не разрешили делать ГИЮР. И вот 15 лет, собственно говоря, 15 лет суд требовал от правительств праздных, потому что за 15 лет, значит, сменилось очень много, как вы понимаете, у нас за 2 года 4, 15 лет очень много, ну не 3, конечно, но много правительств. И от каждого он требовал в суд, чтобы они приняли закон, который уточняет, какой ГИЮР можно, какой нельзя, потому что сейчас непонятно, какой можно, какой нельзя. То есть, типа, принято, принято, что ортодоксальный, то есть галактический, вот. Но за 15 лет правительства нихрена не приняли, и суд такой, ну ладно, я вам вам хорошо, можно тогда, раз вы не хотите, видимо, вы не более-то хотите уточнять это дело. Вот. Закон, конечно, подробно всем вообще правом, для начала, и религиозным особенно, потому что он, типа, ограничивает власть ордината. То есть, раньше Робины решали, только вот эти галактические, коридивные Робины, да, кому что можно, кому что нельзя, а теперь, получается, им дали конкуренцию в виде консервативных и реформистских Робинов. Да, и там же было несколько скандалов по поводу одной этой партии «Яду за Ту Рапому», да, где они сделали ролик, что уже скоро собаки у нас будут евреями, вот, что собаки будут проходить ГИЮР. Да, да, ну, это такое, прям, я не думаю, что это событие, что, да, ну, да, не упоролись, не выложили в Фейсбук, там, фотку собаки в реформистском этом самом, да, и, типа, что вот только я вот тот раз делаю, там, нормальный ГИЮР, типа, ну, такой вопрос был. Да, и все, конечно, пригорели, но там дальше еще были скандалы, продолжились, значит, «Съеду Тату Равенима», наша любимая партия на сегодня. У тебя 12 человек в Америке, они ждали 15 лет. Ну, да, там, по сути, что, ну, выше седун медленно работает, прямо остальные. Не, они же просто давали, типа, КНЕС, а то не давали, вам нужно рассмотреть закон, они такие, мы сделаем попозже, потом они опять к этому возвращались, сделайте что-нибудь, мы сделаем попозже. Да, там в этом статье было, вот, 5 лет задержки было из-за того, что у нас медленное правительство, я такие, а остальные 10 лет, это, это что? Это перевыбор, очевидно, я не знаю. Короче, депутат из Яду Тату Ра, с очень прекрасным именем Исхак Пиндрос, или Пиндрос, не знаю, как правильно, куда ударение, заявил, что, значит, не признает армейский ГИЮР, и сказал, что эти женщины шиксы. Шиксы, это слово с идиша, которое означает, типа, не еврейка, но вообще так, оскорбительное, да, для девушек, которые не галактические еврейки. Мальчик, как еврейский, который проживает в университет, говорит, главное, они же не хожутся. Да, так и. Шиксы, да, практика. А ты на русском смотрел, а на английском? На идише, судя по всему. А мне кажется, в русском перевод был. Я смотрел, по-моему, на русском, просто. Вот мудрости от Льва в этом подкасте. Мемасики, рубрика. Да, цитаты дня. Короче, значит, этот депутат сказал, что в армии есть программа, натив называется, когда люди могут пройти ГИЮР во время службы. Это занимается у них экспресс ГИЮР, так называемый. Он занимает там от 4 до 6 месяцев, 4, 6, 8 месяцев. И он достаточно упрощенный. То есть в плане ортодоксальный ГИЮР, он там может занимать год у вас, и вы прям очень много учитесь, очень все серьезно. В армии оно чуть попроще, более упрощенно. И поэтому некоторые ультрарелигиозные общины не котируют армейский ГИЮР. Вот как, собственно, этот депутат Пендрос. Но раньше они хотя бы не высказывались публично, что... Как это? Ну, во всяком случае, не было такого, что нужно прям запретить всех этих шикс и вообще не котировать ГИЮР в принципе. И самое удивительное, что от этого пригорело у всех, не только у левых, но и у правых от этого заявления. И даже Бицелель Смотрич, которого мы гнобили очень сильно по поводу его заявлений относительно государства Галахи, он даже сказал, что не депутатом вообще решать, кто там еврей, а кто нет. И что программа Натив очень важная. То, что делается в армии, важная вещь. Ну, конечно, это на самом деле одно из следствий того, что у нас очень кончено в Израиле, ну, что кончено, сложно, сплетена религия государства. Потому что, ну, логично, что если у вас человек пошел в армию солдатом, да, то хорошо бы дать ему... Ну, и отслужил за эту страну, там, три года, воевал, там, убивал людей, там, что-нибудь такое, да, в теории. Хорошо бы дать ему, ну, право называть себя евреем, это как самая титульная нация этой страны, которая, причем, ну, в таком ключе. То есть, если он хочет, как минимум, да. И поэтому, да, там программа Натив, и где они проходят ГИЮРы. Я тоже про нее слышал, что она прям такие сядь ГИЮРы, что живешь в общаге, там, можно потрахиваться с солдатами другого пола, которые тоже проходят ГИЮР, там, в это время. Ну, в таком ключе, типа, это то, что я слышал, я не знаю точно. Я ни с кем не потрахивался, ни с кеми солдатами. Вот. Что? Ну, не было у меня нормального солдата еще в жизни. Продолжай, как все продолжает. Короче. Нормальные солдаты для практики. Сколько у тебя, Маша, было солдат для практики? Ладно. Не было у меня еще нормальных солдат. Короче, я видел, что еще про ГИЮР, про это. Ну, что, во-первых, на практике, на самом деле, люди из-за рубежа, вот те, которые, американские евреи, вот эти, да, они могли получать паспорта через, там, сложно через суды и прочее доказывать, вот, но тут открылось еще больше опций. На самом деле, как это, критики про это говорят, да, то, что, например, какие-нибудь студанцы, которые сейчас в Израиле находятся нелегально, их там 100 тысяч студанцев, да, могут вдруг пройти реформистский ГИЮР и получить паспорта Израиля, типа, легально, легализоваться. Ну, слушайте, вы так говорите, реформистский ГИЮР, это как будто ты пришел, отметился и ушел, и ты еврей, это не так работает. Это первое. А второе, это, ну, этот аргумент, он как будто бы реформисты только ждут, чтобы, вот, типа, Израиль привезти к инстуданцам. То есть, это все-таки тоже люди, которые верят в Бога, типа, просто не так, как вы. И у них тоже есть, ну, и принципы и прочее, то есть, ну, и, соответственно, странно их в этом подозревать. Хотя некоторые есть мемные очень ГИЮРы. Я когда был на массе, у меня подружка прошла ГИЮР, типа, по интернету, американский. Она просто заполнила анкету на сайте, и распечатался бланк, что она еврейка, вот. Не, ну, тут есть и такие вещи. Понятно, на самом деле... Но это не то, что учитывается при получении гражданства. Да, это не совсем то, что приняли, да. Короче, на самом деле, из интересного, была целая комиссия в 2018 году, комиссия вам Несима называлась. Тоже чувак, он по этому же, по сути, этому же кейсу богатства сделал комиссию, клянется-то, и разбирался, как быть. И он там предложил, давайте так, давайте не будем пока признавать реформистские консервативные ГИЮРы, они слишком разные, непонятно. Но давайте сделаем в Израиле комиссию по ГИЮРу, в которую войдут как представители, значит, этого самого агрессального ГИЮРа, так и представители других конфессий. И выработаем стандарт, который будет признавать, ну, каким стандартам должен соответствовать ГИЮР, чтобы его принимали в Израиле. Потому что иначе это невозможно. Потому что иначе мы будем, ну, как бы, иначе все в том, что это очень непрозрачно. Ну, и его, естественно, Равин сказал, не, мы такое не пойдем, это ограничение власти Равината и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, и в итоге вот они получили, что богатство такое, нет, ну, если вы не хотите так, то хорошо будет так. То есть, ну, это типа... Ну, самое интересное, что все это перед выборами, в Акурат, вот. И сейчас еще тоже начнется у нас любимый конфликт перед выборами. Это Либерман против ультер-автодоксов, там еще будут разжигать. Теперь у них есть темы, на которые они будут вот своих, свой электорат призывать. Потому что мы видим, яду Татура уже заявили, что вот, значит, только наш ГИЮР нормальный, голосуйте за нас, а иначе собаки станут евреями. Ну да, давайте я про эту минутку скажу, что, ну, просто давайте так, мы живем сейчас в предыборное время, и задача каждой партии сейчас максимально мобилизовать вокруг себя свой электорат. То есть, у нас сейчас не так много людей, которые не определились, точнее, они есть, но их не так много, и прежде всего партии пытаются собрать тех, кто точно их. И поэтому, да, поэтому у нас ортодоксы, ультра-ортодоксы дают вот такие заявления, которые, на самом деле, для них не то чтобы свойственно, да. Либерман активно на них нападает, то есть, ну, и все вот как-то так вот действуют. Поэтому давайте так, сейчас не то время, чтобы вот принимать на, оскорбляться вот на харидимтам и прочее. То есть, ну, пройдет три недельки, проголосуем, все станет. И потом можно оскорбляться. Потом можно оскорбляться. Хорошо, Лев разрешает стоять. Есть. Все. Забавная новость про наследника плесного Израиля Иера Нитаньягу. Это старший сын Нитаньягу, который известен тем, что он очень дерзкий в Твиттере. То есть, он реально, он на всех оскорбляет, пишет оскорбительные мемасы, и как только на него кто-нибудь что-нибудь катит бочку, он подает на них в суд обязательно. И часто выигрывает. То есть, очень такой неоднозначный персонаж. И часто проигрывает, как уже выяснилось. Да, и вот сегодня, как раз таки, не сегодня, а на этой неделе, он проиграл 500 тысяч шекелей, забыл, как зовут, журналистку. Короче, не журналистку, точнее, деятельницу. Суть в том, что перед прошлыми выборами, то есть, весной, получается, 2020 года, год назад, грубо говоря, Иер Нитаньягу распустил слух, что Бенни Ганс, основной соперник его папаши, значит, Биби Нитаньягу, на выборах спит со своей помощницей по Каху Лаван, ну, соратницей, то бишь. Вот, это все СМИ, значит, растащили, смаковали и прочее. В итоге выяснилось, что не спит, или спит, но не Ганс, то есть, или Ганс, но не спит. То есть, в общем, то, что Иер Нитаньягу, это чисто, да, это чисто, значит, ну, как его клевета. И его штрафовали на 500 тысяч. Ну, вот, собственно, вот эта вот ассистентка подала на него в суд, на 500 тысяч выиграла иск. И нужно еще сказать, что до этого Иер Нитаньягу тоже получил еще 200 тысяч за то, что он назвал какого-то журналиста там продажной шкурой, что-то в таком духе. Ну, да, да. Ну, и на самом деле, да, точно у нас была новость, что Иер Нитаньягу, Биби, пришлось извиняться за сына на странице газеты. Короче, такой себе сынок. Но, я так скажу, если честно, вот мы смотрели, давайте, по-моему, в теме политика. Если вы хотите разобраться в политике, то мы с Максом и с моей соведущей по стриму Макара Онлайн Аней провели стрим с итогами, ну, с таким политическим стадусом за три недели до выборов на канале Ляма Амута, на Ютубе есть. Ну, и тоже обсуждали этот кейс. То есть, и там были результаты, значит, голосования, результаты опросов за три недели и выборы весенние. И там прям Кахулеван прям потерял мандатов. И там, я думаю, что вот этот скандал с тем, что Ганс спит с помощницей, ну, может быть, не все там пять мандатов у них увел, да, но ущерб нанес. И то есть, если это, ну, просто это реально получается 500 тысяч, типа, это, ну, немного денег для политики, для рекламы, для политической и прочего. То есть, за 500 тысяч ты, получается, просто наврал, и, значит, партия соперника потеряла мандаты. Очень грязная история на самом деле. Возможно. Я не уверен, что это именно так работает, но... В смысле, а как это работает? А зачем он это делал, по-твоему? То есть, он просто решил наврать или что? Нет, он это решил делать, но я не верю, что это именно, ну, привело одно к другому. Но там было много скандалов, я тоже. Боже, то есть, ты понимаешь, типа, они... Там был скандал больше про утечку его данных телефона, что Ранс изломали его телефон, Бенниганца, и своровали секретные данные. Там было много, и это было, и это было, и еще они прям перед выборами Лельхут очень сильно ударил грязью, то есть, они вот этим скандалом и тем, и они прям это все смаковали, то есть, я к тому, что, ну, это все создало фон. Ну, видишь, я вообще это пропустил, вот, мимо меня прошло, что он спил с своей помощницей. Я помню, я все равно за него проголосовал, в конце концов, у него эрекция есть, нормально? Вот, я бы хотел, чтобы у него был лидер с эрекцией, вот, но, как выяснилось, что у него эрекция была фальшивая, потому что он потом пошел к Нитаниагу, и у него эрекция была, ладно, извините. А у кого сейчас эрекция из кандидатов? Так уже прикинул, раз... Эрекция... Странно, что вы только по твиттеру определяете, у кого есть эрекция. Ну, это лев мастер, я просто не знаю. Просто лев утро стоит. Так, давайте проверим по твиттеру, у кого вообще есть эрекция в политике. Так, ну, только одного. Как жалко, жалко. Ретвитить нечего. Обсудить тоже нечего. Жестко. Расскажу, что, во-первых, тоже на канале Ля Мамута, наш такой сайт-проект, вышел видеоролик под названием «Все о выборах в Кнессе», в котором наш друг, товарищ и брат Рома Гольштейн попробовал себя в роли видеоблогера и ведущего, и за 20 минут раскидал, как это все устроено. В принципе, кого мы выбираем, почему, там, почему четвертый выбор из два года, кто такие левые, кто такие правые, то есть, ну, прям вот все рассказал. С шутками, часть которых вырезали спонсоры, ну, не страшно. Ладно. Ну, да, спонсировал фонд «Генезис», спасибо им огромное. Первый грант, который выиграл наше НКО. Теперь вы знаете, почему у нас нет спонсоров, у нашего подкаста. Потому что наши шутки нельзя вырезать. Да. Ну, зато нас спонсируют, поддерживают зрители, и очень приятно. Спасибо большое. Да, спасибо огромное, конечно. Гораздо приятнее быть спонсированными зрителями, которые не вырезают наши шутки. Да, это те, кто за независимый юмор, за свободу, слава. Йо. Да. Что, давай, может, по листику. Да, еще можем сказать, что если вам хочется выпуск про то, как мы раньше делали, расписывали партии, что за кого голосовать, за кого не голосовать, приблизительно напишите в комментариях, если вам интересно. Маша уже вот заинтригована, завелась, уже готова сейчас рвать рубаху в клочья и топить за своего кандидата. Да, но у нас есть время, на самом деле. Давай я расскажу вкратце про коалиции. Ну, давай. Извините, Маша, прости. Маша, она не планировалась, друзья, но я проспорю, у нас есть... Ну, посмотрел на машину лицо и такой, самое время сейчас вжарить немного политики. Давай, Лев. Ну, короче, смотрите, там реально забавная ситуация сложилась, потому что непонятно, кто будет нами править совсем. То есть, и раньше это было непонятно, но сейчас снова непонятно. То есть, у нас есть три варианта коалиции, которые мы обсуждали на стриме. Три стула. Три стула, да. Первый стул – это праворелигиозная коалиция. То есть, Ликут, Нитаньягу, берет Харидим, это которые, значит, ультра-ортодоксы, берет религиозных сионистов, это которые Бицелис Мотрич, объединившийся с Бенгиром, который странный мужик, и, значит, берет партию Химина, Талибеннета, и они, значит, собирают такой праворелигиозный консенсус. Который, наверное, правил до этого, там, все время до этой череды выборов. Тут проблем две. Ну, во-первых, нужно, чтобы этот блок набрал 61 мандат, который он пока не везде набирает. Набирает там 50-80-90, то есть, ну, в таком ключе. Ну, и вторая проблема – то, что Нафтали Беннетт, лидер партии Химина, он в последнюю каденцию сидел в оппозиции. И набрал, как раз-таки, массу избирателей за счет того, что он критиковал Нитаньягу. То есть, люди надеются на то, что он сможет что-то изменить. Если он снова входит в это правительство, Нитаньягу, скорее всего, его там вымужат маслом, и, как с Рулика, в общем, меня 30 лет, то есть, ничего он там особо не изменит. И, ну, скажем так, поэтому он снова потеряет поддержку. И для него это будет, ну, то есть, это будет торговля. Никогда не поздно уйти в оппозицию. Нет, согласен. Я к тому, что это будет торговля. Я не к тому, что... Я просто к тому, что это не то, чтобы они прям сразу договорились и готовы там вот быть таким... Да, просто Беннет до этого уже был в коалиции с Нитаньягу. Нет, был, был, все, был. Я к тому, что просто последний... Там уже смазано, он уже знает, с какой стороны подходить, где там с Рулик сидит, все уже, все известно. Возможно, да. Второй вариант коалиции, значит, это коалиция всех, кто ненавидит Нитаньягу, и кто не арабский список, скажем так. Так, то есть, это у нас партия Тиквак Хадашаги и Диана Сара, Емина Нафтали Беннета, Ешатид Еирвапида, НДИ Авегдора Ливермана, Мерец, значит, Леваки Горовиц и Авада, Леваки Михаэль. Вот, шесть партий, да. Значит, в чем проблема? В том, что у нас есть правые партии, типа Емина, и левые партии, типа Авада и Мерец, очень сложно договориться. Но, я так ее вижу. То есть, если, значит, они делят так, правые получают правительство, то есть, назначают себе министров, левые получают скальт Нитаньягу. Нет, они получают скальт Нитаньягу. Они говорят, благодаря нам, Нитаньягу, тиран, диктатор, ужасный, ушел в небытие. И они такие, хотели пособий, типа помощи, социальных выплат, пожалуйста, скальт Нитаньягу, намазывайте себе на батон и ешьте. Вот так. Да, да, сложно. Я уверен, именно об этом они и мечтают. Сложно будет. Именно об этом мечтают избиратели. Нет, но опять-таки, избиратели сейчас уже не получают никаких пособий, получают, и получают ничего, еще Нитаньягу над ними издевается. А так у них будет хотя бы мертвый Нитаньягу, ну, не мертвый, в смысле, а скинуты Нитаньягу, типа, и все еще ничего. Вот, то есть, я думаю, что возможно. Вот, это первое. Ну, и второе препятствие, которое здесь есть, это то, что нужно, чтобы, значит, они договорились с тобой премьерами на каких условиях. Потому что там, типа, есть Гедеон Сар, с которым все более-менее согласятся, на самом деле. И Еиль Лапид, с которым не согласится Берн, скорее всего. То есть, короче, там вот это нужно решить. И, возможно, Лапид не согласится с Саром тоже. Лапид может не согласиться. Да, ну, я к тому, что, ну, да, да. В общем, короче, куча сложностей, но вот такая... Там история, как рассказывал Лев, про козу, капусту, волка и все вот это вот. Янальные шарики. Янальные шарики. Ну, приблизительно так. Мерис, вареные шарики. Что? Ну, типа, как бы, они могут быть, они могут быть, они могут быть, они могут быть, они тебе мешают. С ними неудобно ходить, с ними неудобно принимать законы. Я понял, что приходим на партии, бездно, также можно сказать. Как брекеты. Да, брекеты, потом делать тебя красиво. Хотя, да, мерить, как брекеты. Но, на время блокирует свое... Обаяние. Да. Ладно. Вот, и последняя коалиция. Про которую можно, значит, подумать, да? Это то, что харидимные партии переметнутся к Сару и Беннету. То есть, грубо говоря... Кинут. Кинут Нитаньягу, да, и переметутся к Сару и Беннету. Но эта коалиция сложится-то только при условии, что вот вторая коалиция уже вот-вот будет готова. То есть, если вторая коалиция, то есть, измерятся вот левые и правые без Нитаньягу, такие, ну все, мы собрались. Тут харидим такие, блин, мы пролетаем мимо коалиции. Это значит, хрен нам они ишивы, хрен нам они то, хрен нам они это, еще и в армию позовут наших молодых. Давайте лучше это, давайте без левых, давайте с нами с религиозными. Вот. И тут была недавно, на этой неделе, очень забавная история. Харидимные радиоведущие промканули Зеева Элькина. Это там какой-то второй или пятый, не знаю, номер в теклу Хадоша. Ну, короче, он чувак, который перешел из Ликуда, был там соратником Нитаньягу, министром и прочим, перешел к Гедеону Сару в теклу Хадошу. И они, значит, им позвонили голосом Арье Дери из, соответственно, партии ШАС, глава партии ШАС. Ну и говорили, ну что там Зеев Элькин, что вы там думаете-то, это, кинете нас, да, кинете, на левках променяете, да. Ну и, значит, это был актер. А Элькин говорит, чуваки, мы не применяем вас, мы вообще довольны, если вот мы за Харидим, нас бесит этот закон про Ги Юр, вообще ужасный совершенно суд, суд вообще отстой, суд идет нахрен, богат отстой, Харидим красавчики, вот, и мы лучше с вами, чем без вас, мы лучше с вами, чем с Либерманом и так далее. И это, ну на самом деле, ничего такого-то не сказал, потому что, ну в плане жуткого, потому что, в принципе, если тебе звонит лидер партии такой, да, и ты думаешь, можно ли с ним в союз власти, то лучше ты будешь ему такое говорить, чем другое, то есть, вот. Но забавно, что, в принципе, Харидимные чуваки этим занимаются просто, вот. Ну вот, все про политику я закончил, Маш просто нормально, надеюсь, он даже поучаствовал, про Рекет рассказал, круто, да? Отлично. Ну, метафору вбросила, как обычно. Вчера я была на трех выставках подряд, и все они, в общем-то, в какой-то степени не характеризуют вообще то, что я думаю, как вижу, израильское искусство в какой-то степени. Они все три были абсолютно разные. Первое, это была суперплотная какая-то выставка, где было более 400 работ разных израильских художников, и это был такой арт-сейл, где деньги, вырученные деньги идут на благотворительность, на всякие важные такие проекты израильские, и остальная часть денег художникам, как обычно. Там, по-моему, 75% на благотворительность, остальное художникам. Значит, и все так плотно, и из-за того, что это плотно, этого много, у тебя разбегаются глаза, и тебе нужно делать несколько кругов, потому что в каждый раз ты видишь разное, и сложно концентрироваться, потому что это фотография с каким-то смазливым пареньком, здесь какой-то набросок карандашный, здесь какая-то огромная картина живописи, и все это вот так вот, но в этом есть какой-то хаос, и все равно интересно найти то, что тебя привлекает, какие работы, их рассматривать, какие уходят на второй план, и почему, ну, в общем, интересно об этом подумать. Потом я пошла на выставку, которая называется «Ванна», и на этой выставке было все, кроме ванны, в общем-то. Очень странная выставка, после которой был перформанс, значит, вытасывала девочка, пела какие-то песни про Иерусалим, значит, здесь я почувствовала себя как... Это вот такое реально артхаусное мероприятие, чувство, что ты пришел на какой-то выпускной, какой-то театральной студии, где вот они по-быстрому там что-то слепили, и так радостно, что вот открытие, и все так прекрасно. И третье, это, в общем, про то место, про которое я хотела рассказать, потому что, ну, выставку «Ванна» я не буду рекомендовать, потому что там даже, по сути, нет искусства. И ванны нет. Ну, да, я думаю, там будет арт-объект какой-нибудь. Обман, короче. А первая, она заканчивается, в общем, сейчас, и она всего шла три дня, поэтому даже в рамках подкаста это было бы очень тяжело анонсировать. Но третья, она будет идти, еще, думаю, месяц. Stories с Машей, друзья, Stories с Машей, все эти выставки там. Да, есть, я там развиваюсь. Stories. Значит, что? Выставка, галерея, которая называется, не знаю, как правильно произнести, Магасин 3, Магасин. Но вообще есть галерея, самое прикольное, что она в Стокгольме, и изначально этот проект создавался в Стокгольме, и вот есть он же, этого владельца, в Яфа. Ну, галерея, она очень европейского такого стиля и вида, в ней очень приятно находиться. Такие все белые стены, такие арки, в общем. И выставка там сейчас идет израильской художнице Майи Атум, тоже боюсь произношения, правильно? У нее потрясающие карандашные работы, но ближе к такому реализму. И там оригиналы, они не под стеклами, то есть ты прям можешь подойти и очень близко рассмотреть, а техника ее рисования, она правда очень высокая и необычная достаточно. Мне понравились вот эти картины. И там еще такие, как инсталляции в виде солнечных панелей. Но вчера, знаешь, все спят, когда про культуру... Я же спит один. Про культуру слушают. Ну, в общем, я почти закончила. Я просто ночью затросил. И вот, я шлялась по выставкам. И, ну, место очень клевое, очень рекомендую его посетить. И вы меня сбили, я сбилась в мысли. Сорян. Прости, Маш. Ну, да, ну, в общем, я закончила. Да, и это примерно выглядело как место, где я вообще хотела бы работать. Очень приятное чувство. И здорово, что такие делают выставки. И странно, что, по-моему, проекту три года. И я не знала о нем. Но если убрать больше года, была корона, правильно? В целом, можно не считать это. Вот, я согласен. Так что, да, в общем, может быть... Я пробил даже стендап. Про то, что как мы будем вообще считать эти года. То есть, типа, значит, я прихожу, совеседусь на работу и говорю, вот, у меня опыт работы продакт-монаджером три года. И чар такой, а вот 2020 среди трех годов, я такой, да, два года. Сорян, Маш, я тебя еще раз перебил. Да все, я закончила. Меня перебили, перебили уже. Я сократила свою мысль. Перебили перебивку. И скажем еще раз спасибо всем нашим подписчикам, всем нашим патронам, зрителям. Вот, спасибо за поддержку, очень приятно. И давай ответим на вопросы. У нас было несколько вопросов. Да, давайте. Значит, нам написали в форму обратной связи, которая есть, ссылка к каждому выпуску, где можно анонимно задать вопрос в студию. Вопрос на иврите. Очень прикольно. Пишет. Хотел бы предложить позвать в гости двух людей, двух человек, проинтервьюировать. Один из тех, кто вернулся к вопросу, а другой тот, кто вернулся к ответу. Вернулся к вопросу, вернулся к ответу, значит, вернулся к религии или ушел из религии. Ответ – это религия. То есть вернулся к ответу, значит, пришел к религии, вернулся к вопросу, значит, наоборот, из религии вышел, значит, это самое. Стал светским. Стал светским, да. Согласен, это будет интересно. И я, так скажем, немножко анонсирую. Мы сейчас активизировались и плотно работаем над спецвыпусками. Это будет даже не совсем в формате подкаста, возможно, больше. Ну, хотим, чтобы не один гость был, а как раз, как вы здесь пишете, нескольких гостей проинтервьюировать по какой-нибудь конкретной теме. То есть сейчас пока что работаем над темой армии и хай-тека, то, что мы хотели давно сделать. Есть еще несколько тем, и вот тема с религией тоже точно интересна, так что, скорее всего, сделаем. Не факт, что очень быстро. Да, да, мы стараемся сейчас на стадии всей разработки. Если вы хотите профинансировать наши проекты, пожалуйста, пишите, всегда будем рады. Да, да, то есть у нас просто проблема, что, грубо говоря, подкаст у нас это, как скажем, ну, такое регулярное активити, то есть снять, допустим, спецвыпуск, где нужно записать интервью с шестью людьми, как для выпуска про армию мы хотим, это прям много времени. То есть мы хотим найти спонсора под конкретный выпуск. То есть вот сейчас занимаюсь этим вопросом. Да, все так. Давай еще другие вопросы. Другие вопросы. Привет, ребята, последний выпуск у моря топ. Согласны, спасибо. Спасибо Яше, который он сразу вывез. И его медвежий пенис. Прямое включение из гущи израильской жизни. Можешь как-нибудь сделать выпуск с Бульвара Ротшильд. Может тоже интересно живо. Да, интересно, там будут ходить самые странные люди вообще сзади. Да, прикольно. Заметил, что во время выпуска девушки на заднем фоне попивали винишко. Я понимаю, что все в этом, кто смотрел выпуск на Ютубе, не на нас смотрели, а то там драмы на заднем фоне. Я сам, признаюсь, я сам смотрел туда, вот там было интересно очень. Да, девушки пили винишко из пластиковых стаканчиков. В Израиле есть запрет на употребление алкоголя в общественных местах? Как в Израиле в целом относятся к алкоголю в сравнении с СНГ? Барная культура развита. У тебя в Инстаграм пишет алкоголик, давай отвечай, значит. Черт возьми. В Инстаграм какого черта? Ну, давайте так. Баров много, но, например, я так скажу, коктейльная культура, мне кажется, вообще не развита. То есть в России с коктейльной культурой интереснее. Но это потому, что в Израиле, в принципе, не очень любят задротство. То есть вот коктейли, знаете, в России, я помню, я пришел в клуб, ну такой бар-клуб там был, типа, короче, вот, а солянка там в Москве, такое место. И что? Я знаю солянку. Ну да. И я тоже заказываю здесь ресторан, не поздно. Короче, пришел в солянку, значит, и там куча людей, там концерт какой-то певицы странной, американская типа, короче. И там толчия, и я, значит, заказываю бармена олт-фэшн коктейль, типа. Это виски, значит, этот самый биттер, короче, горький, ну, короче, коктейль олт-фэшн. Вот, так. И суть в том, что его классически не пьют из трубочек. То есть, типа, это дурной тон пить олт-фэшн из трубочки. Но из-за того, что я это знаю. Но там была какая-то учая, что я пришел трубочку, мне бармена олт-фэшн дает, я бы знал, что ты из трубочки будешь пить, я бы тебе его делать не стал. Вот такое, да? То есть, ну, типа, вот такого в Израиле невозможно себе представить. И поэтому вот эта культура, вот, которая, типа, где есть стандарты, там, есть в таком ключе. Вот этого здесь нет. Но просто побухать в баре, очень много баров очень классных, очень интересных. Там все такие на изи, короче, это клево. На тему общественных мест, я не знаю точно, закон точно не знаю. Знаю, что пьют. Можно пить в целом. Помощь запретили пить, хотя нет, был же недавно, что запретили пить в парках. Ну, возможно, это было на период карантина. Да, на пляж нельзя пронесить стекло. То есть, можно пить из пластика только на пляжах. Вот, это правда. Да, с пластика или из жестяных банок. Так на пластиках уже нельзя. Пластиком нельзя на пляжах. На пляжах, да, тоже не запретили. А, значит, запретили на пластик тоже. Ну, короче, есть ограничения, но... На самом деле, никто еще толком не понимает, как это работает, поэтому... Немного, что запрещают, по сути, саму тару. Не за содержимое. Они же борются не с алкоголем, они борются с загрязанием пряжи. То есть, поэтому все логично. Ничего такого. В целом, короче, пить можно в общественных местах. Я не видел, чтобы наказывали. Я помню, мы как-то один раз пили, к нам подошли полицейские, и мы начали прятать алкоголь по привычке. Оказалось, что они искали героин. Они не нашли у нас героин и пошли дальше. И мы такие, ну ладно. Мало того, я знаю историю известную. Я по телеграм-каналам ходил, я, по-моему, в подкасте даже рассказывал. Может, еще раз скажу, что, типа, чуваки шли в клуб, и, значит, перед входом в клуб к ним подошли полицейские, и начали их обыскивать, нашли у них, значит, травку, и, значит, потом обыскивали. И чувак, который это описывал, недавно приехал из России, он думал, ну все, сейчас там срок впаяют, потом 2-2-8, 15 лет, там, ну все это дело. А девушка, которая с ним была, она была израильтянка, и она такая, типа, короче, мол, это, ну вы же не травку искали? Она такая, ну типа, они такие, ну нет, только травку отдайте. И менты им отдали травку, и они просто пошли в клуб. Ну, типа, они реально искали клубные наркотики, то есть это марихуана, это, типа, марихуана никого не интересовало. То есть такая же история с алкоголем. Ну вот, да. Поэтому в целом за алкоголь никто не наказывает. Вот единственное, что нужно проверить, насколько можно пластик с пластиком в общественных местах. По-моему, на пляжах нельзя, но это был, мы были толком не на пляже, это типа как парк считался. А, и после 11 уже алкоголь не купить. Да, ну это другое дело, да, это нормально. Все равно неприятно. Согласен. И я немножко посмотрю комментарии к прошлому выпуску, просто посмотреть, что там было. Очень большое количество комментариев, спасибо огромное. Ну и да, Яша, отличная идея. Что-нибудь сделаем еще такое тоже. Вот, как классно придумали, спасибо. Отлично придумали, вы кто-то нам говорили спасибо. Поставил лайк еще в начале прослушивания, спасибо. Так, возможно, такой уже был, но где взять статистику по самым востребованным профессиям в Израиле сейчас? Не просто IT, а по конкретной должности. Я поищу, у меня было. То есть у меня прям был список, ну у меня была работа, опыт, типа и что платят. Отлично. Вот. Ребята, молодцы, спасибо за подкасты, хоть что-то понятное в жизни Израиля. Спасибо огромное. Когда начинала смотреть, слушать, что выпуска не смотреть, думала, что вы на пляже с залитым нефтью. Палатки за одеял, а за палаткой буря, песочная, наверное, это название праздника, не нас вышло. Так. Так. Ну, почти так и было. Так, тут очень долгий комментарий про доховую кошку. Ну, в смысле, это то, что на самом деле устройство, которое мы по ошибке называли это устройством и бежим пенисом, на самом деле называется Dead Cat. Доховая кошка. Вот, просто минутка образования. Это интересно. Это микрофон пушка. Интересный факт. Прикольно было бы проводить выпуски в разных местах. Типа, сегодня на Ротшильде, с видом на Баухаус, сегодня мы в музее, Маша, привет. А теперь мы в Иерусалиме на берегу Кеннерет. А, это уже через запятую. Это в Иерусалиме на берегу Кеннерет. Заодно с рассказом о месте, чтобы новость была оттуда. Типа, вот, к участному морю среди людей и лечь про избавленные музеи там пляжи и людей на карантине. Ну, идея прикольная. Мы согласны. Скорее всего, будем что-то такое еще делать. Да, у нас было в планах. Да, есть некоторая проблема, что, насколько я понимаю, что людям, которые слушают подкаст, как подкаст, это не очень клево. Ну, просто потому, что там он хуже слушается. И я, допустим, себя слушал, я понял, что у меня, когда я перешел на этот пляж, дикция вырубилась вообще нафиг. То есть у меня и так-то с ней проблемы. Но если, когда... Здесь у меня сейчас такая тема, что я приезжаю на этот диван, и она включается. Там ее не было вообще. То есть там вы получили ноль дикции от меня. Так что... Что-то мое USB-дикция просто в этом диване. Да, шик. А, еще такой комментарий. Ты приезжал на дикцию. Аддикция, аддикция. Еще и открыта дорога в Колбуров. И в Колбуров, да, немножко. И последний комментарий от пользователей с никнейлом Беларусь. А что только Россия и Украина, почему Беларусь не упоминаете? Кстати, уважаемый Беларусь, я надеюсь, этим выпуском мы закроем упоминания в Беларуси в наших подкастах. Мы ни в коем случае не третируем Беларусь. И упоминаем чаще всего Россию и Украину, просто потому, что Маша и Макс из Украины, а я из России. Да. Никакой нервности к Беларуси нету. Ну, открыто. Или я не знаю. Возможно, у Маши дома, ну, типа... Маша не третит беларусов. Вот это заголовок. Нет. Не было такого. Хорошо. Нет, да, на самом деле всех любим. Вот, и всегда, если новости какие-то есть, связанные с Беларусью и Израилем, мы всегда про них рассказываем. Да, спасибо огромное, что слушали. Да, спасибо всем. Вот, будем думать над спецвыпусками, над гостями. Все в процессе. Как раз пришла весна, мы немножко активизировались, вышли из спячки. Эрекция опять-таки. Да, нас выпустили на улицу. Теперь мы можем со своей эрекцией ходить по улицам. Да. Вот, прекрасные, прекрасные новости, прекрасная погода. Вот, надеемся, что у вас тоже все прекрасно. С вами был Макс. Это уже пожелания от Льва отдельно. С вами был Макс, Маша и Лев. И услышите через неделю. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова